Здравствуйте! Здравствуйте! Продолжим после некоторого перерыва наше заседание Новосибирского отделения изборского клуба и предлагаем сегодня такую тему с нашим специалистом по военным вооружениям, по стратегии военной и вообще человек, увлекающийся этими вопросами. Предприниматель Павел Берязиков уже неоднократно выступал на эти темы. Ну и через год после последней нашей встречи попробуем разобраться в некоторых вопросах. И крайне то сказать, да. Да. Вот у нас что за этот год произошло, все видели и знают. С каким лицом в России прошла этот сирийский конфликт, пока еще не прошла, пока этот еще не закончен, пока мы там присутствуем и будем присутствовать. И вообще, в принципе, в глобальной геополитике этот вопрос для России, ну, я считаю, был сделан на 5 с плюсом. А может, я неправильно считаю, может быть, у вас какое-то другое мнение. Павел. Вот что произошло вообще во внешней такой военной политике в связи вот с этим? Как относятся к России? Какие подвижки произошли в странах НАТО, в руководстве, в вооружениях НАТО, в наших вооружениях? Можете вот немножко рассказать? Да. А мы, походу, что-то попытаемся там подправиться. Ну, во-первых, хотел бы поздравить всех с прошедшим, так сказать, православным праздником. Ну, он не прошедший, пасхатная неделя еще не закончилась, еще идет, идет и месяц будет дотроиться. Я хотел бы, так сказать, поздравить всех с главным светским праздником. С нашим главным праздником, 9 мая. 9 мая, да. Мы в прошлом году с тобой на 9 мая встречались и освещали вопросы по нашей новейшей технике. Ну, и как... Вот, прошел год, да, значит, мы уже рассказывали, встречались, и про Су-24 был разговор, да, да, да. Не будем уже. Ну, значит, по Сирии, да, значит, как относятся к России вот этот... Ну, давайте так, да. Ну, я могу так сказать, да, действия наших воздушно-космических сил в Сирии, да, напугали всех. Вот. Потому что, потому что, самое главное, да, напугали, напугали, значит, своими показателями, результатами. Прежде всего, результатами, да. Да, и, грубо говоря, по критерию стоимость-эффективность, конечно, да, мы превзошли американцев просто в разы. Ну, и порядок организованности, я думаю, тоже. Тут всегда, например, в вашем номере. Ну, организованность, да. Ну, у нас очень ограниченные силы там используются, да, поэтому, собственно говоря, в общем-то, организовать это не так уж сложно, да. Потому что американцы, в общем-то, организуют гораздо более глобальные, так сказать, военные, так скажем, мероприятия. Вопросы контроля над регионами мира, скажем. Да, да, да. Больше энергии. Тем более, а мы, наверное, впервые, вот, в новейшей, да и в новой истории, наверное, впервые, так сказать, да, на таком отдаленном ТВД воюем. Да, вышли на Театр внешних военных действий. Да, да. Вот. И, надо сказать, работали эффективно, вот. В принципе, я думаю, у них даже была-то, у американцев может быть какая-то подспудная надежда на то, что мы, значит, влезем туда, так сказать, в Сирию, да. Может быть, там мы завязнем, так сказать, да, может быть, мы, так сказать, покажем свою неорганизованность, да, и, ну, по крайней мере, они, конечно, не ожидали такой эффективности. Вот. И главное, так сказать, да, за какой счет, потому что военное дело, это стоимость, эффективность в чистом виде, так сказать, да. Тут можно проводить дальше, так сказать, и до, вплоть до политика, так сказать, экономика, политика, да. Можно... Так сказать, да. Так вот, мы, значит, показали им на самом деле, так сказать, по ряду, по ряду, так скажем... Ну, ладно, Павел, об этом мы уже говорили, это все понятно, но нашим зрителям я не думаю, что это будет что-то новое, потому что если кто-то смотрит, там смотрят люди, которые уже с этим вопросом знакомы. Все-таки, расскажи, ты читаешь военные журналы, в том числе иностранные, расскажи, что происходит с обратной стороны, конкретнее, чуть-чуть... С той стороны, так сказать, да? Да, конечно, конечно. Ну, с той стороны, что они напугались и побежали, так сказать, да, значит, и бросились во все тяжкие, скажем так. Ну да. Да. Что происходит, значит, ну вот эти созданы, вот эти шесть штабов оперативного управления НАТО, вот. Это первое, так сказать, да. Далее, значит, создан штаб, создан центр кибероперации в Латвии. Такой, вы знаете, так сказать, такого, наверное, даже и, так сказать, еще история не знала. Да показывали тут на днях его. Ну, что-то какое-то, извини меня, какая-то клоунада. Подождите, нет, нет. Это так? Это не так, это не так, это не так, это не так, это не так. Так, там никакой клоунады нет. Это серьезное, так сказать, мероприятие, да, которое в наших сегодняшних условиях, когда, так сказать, экономики, экономика интегрирована, так сказать, друг в друга, когда, собственно, все переведено на цифровые системы, понимаете, это оружие первого удара. Вперед ракет, задействован будет именно этот центр. Вот, поверьте мне, это исключительно, это первый удар именно будет с этого центра нанесен. Вот. Далее, что они делают, так сказать, да, ну, вот позавчера, так сказать, или вчера ли, так сказать, да, появился у них новый главкомната Скопоротти. Вот, так вот чисто визуально... Вместо Бридлова. Вместо Бридлова, да, 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 да. Ну, вот так чисто визуально, даже так вот физиогномически, если их сравнивать, да, то этот парень посерьезнее будет. Да. И вот, кстати, тут можно сразу же сказать, опять же, так сказать, да, это наша заслуга, да, вот, и почему я говорю, что они напугались, да, потому что они говорят, Скопоротти, так сказать, на своем, ну, собственно говоря, на первом, так сказать, появлении на публике, да, этот прощался Бридлова, а этот, так сказать, анонсировали его. Вот, он сразу заявил, дабы предотвратить возрождение России как великой державы. Вот, оказывается, значит, все это время, когда они нам рассказывали, что, так сказать, они у нас строят демократию, крепкое государство, так сказать, да, но великой державы, там не это самое, не планировалось великой державы. Вот. Скопоротти, итальянец, да, итальянец. Ну, у них же там разные есть, так сказать, да. Ну, да, странно, маленько странно, потому что Италия в основном демонстрирует довольно дружелюбную форму. Ну, вот они, наверное, его такого эмоционального, так сказать, нет, он американец, он, собственно, американец, но итальянское, так сказать, да. Это другой. Да, нет, он американец, да вы что, это же, это американец, так сказать. Все понятно. Дальше, значит, в сторону маленькую шли. Ну, переброска техники идет, потихоньку, незаметно, на учение, да, ну, один момент, так сказать, да, они говорят, вот мы на учение привезем технику, обратно увезем. Они привозят, ничего не увозят, привозят, ничего не увозят. Куда эта техника потом прячется, так сказать, да? Ну, я надеюсь, что наши специалисты, которые, так сказать, за это получают деньги, да, наверное, отслеживают, да, 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 да. Вот, но суть такова, что идет концентрация, так сказать, военной техники, а теперь уже и живые силы противника. Вот сейчас разговор идет, так сказать, да, о четырех тысячах размещений. Размещений, да. Прибалты. Уже ребята пошли туда, уже, так сказать, да. А Прибалты начинают между собой драться, к кому бы этот контингент ввести? Транспорты военные разгружаются, так сказать, с личным составом. Конечно, они ожидают себе какие-то дивиденды. Дивиденды. Конечно, несомненно, так сказать, несомненно. Вот, значит, что дальше, значит, ну, на границе с Крымом, в Керсоне, вы знаете, так сказать, там созданы, так сказать, теперь турецко-крымско-татарские, такие, так сказать, батальоны. В Керсоне прямо на границе, это, считай, на территории Крыма, только украинской. Так точно. Да, с той стороны, так сказать. Вот. Ну и вот, наверное, так сказать, да, это, наверное, вот основные события, которые вот за этот год произошли, с их стороны, так сказать, да. Ты считаешь, идет какая-то подготовка к какому-то реальному... В Молдавии они, да, сейчас идет учение у них, вот сегодня, в данный момент, да, у нас, у них, так сказать, по нашей границе, по-западной, от Молдавии, так сказать, да, до Прибалтики, да, идет, идут учения, масштабные идут учения. Прямо вот в нашем, вот сейчас, пока мы с вами разговариваем, так сказать, да, они там тренируются. Вот. Что еще я бы хотел заметить, так сказать, да, шведы, нейтральные шведы, да? Да, начали проявлять интерес к НАТО. Да, Норвеги, те вообще, так сказать, да, посмотрите этот фильм «Оккупация», на самом деле, да, вот норвежский фильм, 9 серий, целый сериал, так сказать, да, вот. И это четко, так сказать, прослеживается, да, кстати, у них главком и НАТО, вот Норвеги оба были, и до того, и после того, так сказать, и вот этот крайний Столтенберг, да, тоже. Вот, поэтому норги потихоньку, это наши морейки, так называют, военные, так сказать, да, они потихоньку превращаются тоже, так сказать, в такой, знаете, в ударную группу НАТО. Вот, потому что, ну что там, эстонцы, там, грубо говоря, литовцы, да, ну, у них армия там 5-15 тысяч, вот такая армия, да, да, ну, тем более, так сказать, культура и менталитет и так далее, так сказать, а норгия, это такой сильный враг, так сказать, да, они перевооружились, как, собственно, и все НАТО. Посмотрите, у них, особенно, так сказать, военно-морские силы какие, десантные, десантно-высадочные средства, да, 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 посмотрите, они все перевооружили, да, у них особенно, так сказать, да, я это давно заметил, я вообще на самом деле, так сказать, хочу вам сказать одну такую вещь, когда, когда в 91-м году вот развалили СССР, у нас тут много было таких, знаете, которые говорили, что я, а я всегда смотрел на, я всю жизнь выписываю зарубежное военное обозрение, да, это просто, так сказать, для меня это идеал вообще, так сказать, печатных средств массовой информации, да, ну, недаром он входит в золотой фонд российской прессы, так сказать, да. Молодцы, молодцы, ребята, я прям, каждому готов, так сказать, поставить пять, пожать руку, так сказать, суть какова, когда мы развалились, грубо говоря, СССР, да, помните, что было, так сказать, да, армия вообще была в загоне, так сказать, ну, полностью, им там даже зарплату не платили, да, это было, а они в то время, как раз они развивали вот эту систему высокоточного оружия, так сказать, да, у них там появился, там, грубо говоря, Югославия, вот они впервые использовали высокоточное оружие, так сказать, в массовом применении, но дальше у них был Ирак, потом, а, первый был Ирак, но в Ираке доля высокоточного оружия у американцев не превышала 5%, в Югославии, так сказать, да, она выросла где-то процентов до 50%, сегодня доля управляемого оружия в НАТО не снижается ниже 90%, ну, я думаю, даже, даже, пусть не 90%, даже 80%, да, но наши, мы в Сирии воюем, у нас доля управляемого оружия не превышает 5%, чувствуете, какое соотношение, да, другое, что их, так сказать, управляемая бомба, так образом, так сказать, да, это компьютер, и вот они компьютерами кидают, так сказать, каждая бомба, это компьютер, каждая бомба, это компьютер, 26 тысяч она стоит, да, очень дорогие, конечно, сам боеприпас стоит тысяч 4 долларов, реально, да, что у нас, что у них, так сказать, а система наведения на этом боеприпасе, да, это отдельный компьютер, так сказать, да, он стоит, ну, и там еще вот эти крылышки, так сказать, да, управляющие поверхности в общей сложности это 26-30 тысяч долларов, вот, и это самое дешевое средство управляемого оружия, которое у них есть, все остальное еще дороже, вот эти все крылатые ракеты, так сказать, да, их, это, там, от миллиона долларов, ну, от 500 тысяч, не меньше, ни одна, любая крылатая ракета меньше 500 тысяч долларов не стоит, нигде, ну, кстати, Норги сделали хорошую ракету, НСМ называется, так сказать, да, и американцы, и американцы дают возможность ими вооружиться всему НАТО, да ты что, у них же там внутриблоковая такая, знаете, есть кооперация, так сказать, да, вот, она простирается и на политические взаимоотношения, да, и на военно-техническую политику, понимаете, вот, причем это у НСМ будут делать, они все и НАТО, опять же, как бы, да, она будет подвешиваться под Ф-35, да, вот они сейчас его спешно пытаются, так сказать, да, они, кстати, все программы свои по вооружению, да, ускорили, значит, добавляют средств, смотрите, ПРО они когда-то собирались вернуть в 2025 году, теперь они хотят к 2018 году последний год туда забить, вот, строят вот эти вот объекты ПРО, так сказать, да, в Польше, в Румынии, вот, я не удивлюсь, если завтра, так сказать, да, они где-нибудь в Львовской области тоже такую же систему поставят, да, что она из себя представляет, это, это, грубо говоря, тот же ИДЖИС в чистом виде, да, больше того, так сказать, да, даже надпалубные настройки, грубо говоря, да, они на землю ставят, да, и эта пусковая система МК-41 такая известная, так сказать, да, она универсальная, туда можно запихивать все, что угодно, хоть противоракету-то запихать, хоть крылатую ракету, хоть там какой-нибудь АТКМС, да, вот, у них есть... Все-таки, ПРО, я прошу, я расшифровать, что такое ИДЖИС. А, ИДЖИС, ИДЖИС, это, это глобальная система, вообще-то она называется так, глобальная система противоракетной обороны, ИДЖИС, да, вот, значит, что она из себя представляет, это многоуровневая, такая широко развернутая система контроля воздушного пространства, абсолютно, так сказать, да, вот, глобальная система контроля воздушного пространства, так сказать, причем, причем, она у них развертывается на, значит, море транспортабельных систем, ну, на кораблях, вот, причем делают они так, они размещают эту систему практически теперь на всех боевых кораблях НАТО, вот. И оно связано в одну систему. Да, и у ИПОСов ИДЖИС, и у корейцев ИДЖИС теперь есть, так сказать, да, я говорю, не говорю даже про НАТО, я уже говорю, так сказать, про их, так сказать, сателлитов, не натовских, да, вот. А вот эти все Норги, и французы, итальянцы, ну, очень все натовские, вот это, так сказать, старая НАТО, да, ну, все вооружено ИДЖИС, сейчас уже поляки попросили себе ИДЖИС, поляки вообще попросили себе Томагавки, ИДЖИС, так сказать, да, а Томагавки, это носители ядерного оружия, так сказать, да, их, видишь, кстати, включили, они же в НАТО, их включили в Комитет ядерного планирования, но у них, правда, сейчас называется группа ядерного планирования, раньше был Комитет ядерного планирования, а сейчас группу сделали, вот. Разницы там никакой, только в названии, так сказать, да. Ну, вот такие дела. Ну, то есть, по твоим предположениям, значит, все, что сейчас создается вокруг России, это очень серьезно. Это очень серьезно. Все, что нам показывают по телевизору, что НАТО практически деформировано и напугано Россией, и там, и так далее, что там нет никаких здоровых военных структур и сил, это, в принципе, можно сказать, информационная война. Так, то есть, часть информационной войны, однозначно, однозначно. С нашей стороны, то есть, ну, как бы... Нет, с их стороны, они нам замыливают глаза, они делают вид, как будто они белые и пушистые, так сказать, но сейчас, в последнее время, последние, так сказать, вот с этого, с нового года, с 16-го года, так сказать, да, они практически вот этот вот, так сказать, флер невинный сбросили. Я думаю, наши тоже, это самое, научились замыливать кое-что глаза и довольно успешно. Ну, я надеюсь, я надеюсь, но... Моменты, которые были видны, тем более в Сирии. Ну, как бы, тем не менее, да, предположение, да, конечно, серьезное, потому что то, что нагнетается вокруг России, то, что вот готовится вот такое подспудное затишье, вот это затишье, ничего нет хуже затишье. Вот когда в позапрошлом году было затишье, осенью, многие так насторожились и сказали, что, ну, не может быть, там был провал такой, как этот разведчик, который наши забрали, как его, Сноутон, такой пинок по американцам. Потом это такая дипломатическая победа России по поводу вывода химического оружия из Сирии. Это тоже был, извините меня, щелчок по носу обами, что они там развели руками и практически России дали там руководить этим процессом. То есть, и потом затишье было, вот месяца на три, на четыре, и было понятно, что что-то готовится страшное. И взорвалась Украина, в конце концов. Вот сейчас такое же, после вот этой вот операции Сирии, основной ее части, это операции нашими войсками, проведенная космическими войсками, значит, сейчас идет затишье на таком внешнем дипломатическом фронте. Ну, если не учитывать, так сказать, да, вот этот вот взрыв, так сказать, резкий, Карабах. Да, Карабах был. Это была явная попытка провокации именно столкновения России на Кавказском фронте со своими потенциальными союзниками, в общем-то, одним из своих постоянных союзников и со своим потенциальным союзниками. И там точка-то не поставлена. Точка там не поставлена, вроде замерили, и кто-то там держит руку на пульсе. Понятно, что и наша внешняя разведка держит руку на пульсе, и все специалисты, конечно, нужные специалисты там подключены, но точка не поставлена. И в совокупности с теми моментами, которые происходят везде, и на территории России, и на ближайшем зарубежье, и исламистский вопрос тоже не закрытый, потому что исламисты, они теперь настолько настроены на реванш, на месть, вот этому вот произошедшему в Сирии, что тут опускать руки-то нельзя. Тем не менее, у нас в средствах массовой информации идет какое-то накачивание благостное о том, что мы сильны, как никогда. Ну, средства массовой информации, так сказать, наши, это тоже дело такое, знаете, так сказать. Вы вспомните, что они творили, так сказать, какую вакханалию они устроили, когда была Первая Чеченская война? Ну да. Это наше средство массовой информации? Ну да, это было практически одна из тех ударных сил, которые работали против нашей... Конечно, конечно. Поэтому надо еще внимательно посмотреть на наши средства массовой информации. Кто там, так сказать... Я имею в виду даже не средства массовой информации, а ту военную аналитику, которая спускается, как бы, вот через центральные средства массовой информации, доступные средства массовой информации. Ну да, но они... Там есть нормальные аналитики, которые Коротченко и другие. Нет, несомненно, несомненно, так сказать, да, и... Ну, Коротченко, это, так сказать, это больше, так сказать, интернет, так сказать. Ну, Владислав Шурыгин, Коротченко, ну, да, да, да. Константин Душенов еще есть. Интересный. Самобытный. Его анализ тоже интересен, военный анализ. Я тоже смотрю, мне это не нравится. Несмотря на его определенные идеологические и странные взгляды, но тем не менее, как военный аналитик он неплох. Я про это говорю, что вот эта наша аналитика, она создает впечатление не то что успокоенности и благости, а чувство уверенности. Чуть ли не эйфории. Чувство уверенности, да, в том, что мы вот этим натовцам сейчас, ну что, мы их, ну как в 1939 году, мы их сейчас с шапками этих гитарцев закидаем. Да, да. Я единственное могу сказать, что у нас вот все, что, так сказать, они показывают, да, это все вот только, чтобы только появилось и все в одном экземпляре. Понимаете? И они тут же показываются и создаются впечатления, что у нас уже система, этого очень много. Но они не говорят о том, что, так сказать, да, вот со всеми этими кризисными ситуациями, так сказать, да, потихоньку, потихоньку даже, даже те заявленные, так сказать, программы, да, они потихоньку урезаются, поджимаются. Вот. Да, поэтому, поэтому, у меня вот нет такой, так сказать, уверенности в завтрашнем дне, что все будет у нас, так сказать, это... Хотя отчетность идет, там, Армата там выпускается уже на всяких платформах и различные, и БМП там, и... Ну, вот, Армата сделали, так сказать, со всеми платформами, так сказать, да, их штук 50, может быть, со всеми платформами вообще, так сказать, да. Ну, это же для сухопутной техники, так сказать, да, это вообще ни отчем, так сказать, да. Оружие, оружие становится оружием тогда, когда оно становится массовым. Пока оно не массовое, да, это единичный экземпляр. Им же надо еще овладеть этим оружием, так сказать, да, квалификацию приобрести. Ну вот, это, вот это сказать, на сегодня только первые шаги, больше чтобы она не доведена до конца, я же как и говорил, что это же концепт Армата, это концепт в чистом виде, да? Вот. Наринка, китайская компания, вот тут представила недавно тоже свой концепт, копию Армата. Вот. Ну, суть не в этом, так сказать. Вы хотите узнать про нас, что мы делаем в ответ, да? Ну, желательно. Ну, мы, так сказать, в авральном режиме восстанавливаем свой оборонный потенциал, вот, поэтому все, сейчас все внимание сконцентрировано в ВПК, военно-промышленном комплексе, в авральном режиме, потому что, грубо говоря, так вот, если, то можно сказать, что враг поворот, собственно говоря. Ну, это понятно, ну, по конкретике, давайте побольше конкретики, значит, по танковой промышленности, по Армате вы сказали, да, понятно, единичный экземпляр. Ну, допустим... А вот Т-72 мы переделываем, так сказать, модернизируем, да. Полковые берем с полков Т-72. Т-90. Модернизируем их и получаем Т-72Б3, понимаете? Это вот совсем другая машина, она по своим характеристикам уже подходит почти к Т-90, понимаете? Это уже массово. Это массово, это массово, да. Ну, конечно, что-то мы делаем, все равно массово. Слава Богу, у Чикаловский завод нашего, так сказать, работает 5 лет, да. Я говорю, что воздушные... 90 штук наклепали, и дай Бог, еще наклепаем, так сказать. Су-34. Су-34, да, грозная машина. 90 штук, это уже оружие, это уже... Т-50, когда запустят истребитель Иркутский? Т-50, Т-50 тоже, так сказать, да, у него очень много своих проблем, так сказать, особенно в организации серийного производства, понимаете? Потому что машина очень дорогая, так сказать... Но испытания он прошел? Никак нет, нет пока, нет, нет, нет. Он даже еще не вышел на уровень полковых испытаний. То есть, истребитель пятого поколения нам пока... Нет, пока у нас нет истребительного поколения. У нас он производство не светит? Нет, не светит. Ну, нет, он, собственно говоря, все равно... Мы даже его и планировали, так сказать, да, там, не больше 50-60 штук. Да, потому что у каждого оружия должно быть свое назначение, так сказать, да. Помимо всего, что оно оружие, естественно, у него одно назначение, так сказать, поражать, да. Да, но предназначение там, как бы, у каждого оружия свое, да. У Т-50, у него, у него назначение, так сказать, прежде всего, малозаметность, да. Вот, поэтому... А малозаметность где нужна? Чтобы подкраться незаметно. Понимаете? Почему они у себя развили вот этот малозаметный флот-то такой, да, так сказать? Потому что вся их война, да, на этом построена, так сказать, да. Подкрались незаметно, чтобы их никто не видел. Ударили по, так сказать, важным центрам, так сказать, там, ну, в зависимости, там, с чего начинать. Там, боевое управление, так сказать, гражданское управление, так сказать, далее идут, далее идут, далее идут ниже, так сказать, да. Там уже идут непосредственно боевые части какие-то, так сказать, да, и так далее. Так, хорошо. А, ну, основная, такая, основная авиасила, это штурмовики, комбардировщики. Это, в принципе, в общем-то, после сирийского вот этого операции, в общем-то, так показывается, что у нас вроде все нормально с этим делом. Нет, ну, мы потихоньку, да, с самолетами, мы все же, так сказать, авиацию, мы немножко подтянули, подтянули, да, модернизировали многие самолеты, да, 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 каким-то вернули летную годность, так сказать, да. Или специалисты, это не единичные пилоты, которые уходят с 20-часовым налетом. Так точно, да, но все равно пилот, у которого, так сказать, 100 часов налет годовой, хотя бы, да, минимум 100 часов, да, их все равно не так много. Ну, все равно наших же несколько отрядов пропустили через Сирию, это же не правда. Ну, я, конечно, несожненно, я скажу, мы в авральном режиме теперь, так сказать, готовимся к войне. Сирийская операция в этом еще была очень важна. Важна. Отрабатывались вот эти схемы, нарабатывались специалисты. Нет, на самом деле, в Сирийской, ну, вообще, так сказать, да, мы очень много чего попробуем. Вот мы сейчас пальмируем и разминируем, да, вот сейчас там, да, 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 да. Там вся техника новая. Наши специалисты. Да, да, да. Отмены на искателя до роботов, так сказать, боевых. Удивительно, но вот эта операция, так сказать, прошла, как бы, тоже... Она еще не закончилась. Не закончилась. Не закончилась. Проходит на 5 с плюсом пока. Ну, все равно, она еще не закончилась, как бы, да, боевые потери у нас есть, так сказать, да, минимальные, но есть. Хорошо, Павел, давайте не отвлекаться, давайте все-таки к технике. Значит, танковая, авиация, мы, как бы, это самое, что у нас с ракетными войсками и подводным флотом? Ну, с подводным флотом, подводный флот это такая тема, долгострой, как бы, да, подводную лодку строят, как минимум год, насколько любил. Обсчитывается, опять же, что у нас тоже какие-то подводные... Ну, мы единичные лодки спустили, так сказать, ну, что там, там, два Борея, там, да, один Ясень, ну, три лодки, ну, старые потихоньку модернизируем. Наши вот эти Антеи, 949-й проект, так сказать, курский образом, так сказать, да, их у нас то ли 11, то ли 14, что было, так сказать, вот. Мы их тоже сейчас все восстанавливаем, мы потихоньку их модернизируем, да, заменяем вот эти старые ракеты гранит, СССРовские, огромные, так сказать, да. Да, потихоньку, на севере-то идет довольно мощная работа. Да. Ставим туда, вот, так сказать, испытываем гиперзвуковой летательный аппарат Циркон, да. Я, правда, не знаю, мне кажется, что это вот как раз Брамос-2, который мы собираемся делать, так сказать, да, совместно с Индусом. Мы сделали Брамос-1, отличная ракета, у нас она идет как Яхна, отличная ракета, у американцев блеска таких нет, так сказать, да, да, да. Хотя, хотя у них появились, у них появились мишени, эти, авиационные мишени, как раз вот примерно с характеристиками, как вот наш Яхна. Так, Циркон — это ракета. А Циркон — это гиперзвуковой. Гиперзвуковой. Да, то есть это летательный аппарат, который летает, так сказать, М-6 и более. Недавно это прозвучало. Да, мы начали испытывать летные испытания, то есть это уже в металле и, так сказать, летает. Вот, это же, когда в металле летает, это, значит, в преддверии пройдет такой большой путь. Потому что когда в металле, это уже, так сказать, на выходе. Сегодня слышал какого-то военного аналитика, вот не помню кого, но кого-то из наших. Ну, хорошо, известно. Он просто говорит, что вот у нас сегодня каждый день идет поступление новейшей техники. Прямо вот новейшая, новейшая, новейшая техника. Ну, вот эти два завода наши, которые мы сделали по выпуску противоракетной системы. Это какая-то противоракетная система? Ну, как вариант, допустим, да. Вот они почему сейчас задемли с американцами, надо сказать. Уже, а Бридлов, когда уходил, кстати, да, его последние слова были такие же. Мы не ожидали, что у русских, так сказать, да, у России появятся так быстро такие возможности по установлению зон вот этого... Бесполетного. А-2АД, да-да-да, ограниченного и полностью, так сказать... Переходного. Да-да-да-да-да, понимаете? И он говорит, что так дело пойдет, они начнут их, так сказать, эти зоны устанавливать, где им захочется, понимаете? Да, потому что, на самом деле, наши системы, они, конечно, самые лучшие в мире. Система ПВО наша, так сказать, да, вот Алмаз-Антей, Академика Расплетина, царство небесное, так сказать, да, это лучшие системы, не превзойдетные. Ну, это система Панцирь? Ну, нет, это вот С-300, С-400, С-500, сейчас уже, так сказать, да, да. И главное, у нас есть мощности по производству этих ракет. Вот в чем дело. Если раньше мы там ковырялись отвертками две ракеты в год, извините, да, а теперь, вот как Никита Сергеевич говорил, как сосиски их шлепкают. Почему мы сразу начали, так сказать, да, и Ирану их поставляем, и китайцам поставляем, и индусам поставляем? Ну, потенциальным стратегическим союзникам. Да, 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 да. Скоро говорят, в этом году уже на бросковое испытание выйдет наша вот эта вот жидкостная ракета Сармат, вот, которой мы хотим заменить Сатану. Вот Сатана, помните, у нас есть РС-20? Ну, да, да, она уже, конечно, ее, ну, пора уже утилизировать, наверное, уже давно. Ну, было бы чем, понимаете, это главная наша ударная сила, понимаете, да, ее невозможно перехватить, так сказать, да, практически. Ну, а сколько у нее еще срок годности, скажем так? Ну, это никто не знает, она на самом деле уже, у нее уже продление срока было, так сказать, два раза, понимаете, да, гарантийного срока, два продления. Это куда, ну, куда уже, куда уже, казалось бы, да, но, тем не менее, она стоит. Она стоит, да, и мы иногда вытаскиваем, так сказать, да, какую-нибудь одну из шахты, меняем ее, так сказать, называем рокот, ракетоноситель рокот, и откроем из Плесецка, запускаем ее с гражданскими спутниками. Летит, слава Богу. То есть у нас есть еще такие потенциальные космодромы, да? Конечно, конечно, больше, так сказать, да, ядерный арсенал свой, слава Богу, мы обновляем. Вот, это самое главное, что... Ну, что обновляем, Павел, опять же, запасы урана, стратегического урана? Нет, ну, мы же можем, мы же можем, так сказать, заниматься переборкой боеприпасов. Есть такое понятие, переборка боеголовок, да? Это когда берут со старыми... Это не безгранично? Не безгранично, но мы вот с Казахстаном, говорят, там какие-то урановые копии, так сказать, старые... Дай Бог с Казахстаном бы старые копии вот эти разрабатывать, если Казахстан не попадет под ту же струю, что попала Украина. Ну, я надеюсь, что не попадет. Мы надеемся на это. Да, потому что Ментимер Шаймевич, так сказать, ну, что там, Назарбаев, так сказать, да, он, конечно же, никогда не сравнится ни с какими там Порошенками или... Ну, да, это мудрый, очень умудренный опытом политик. И понимает место и Казахстана, и России, и вообще общей стратегии, но ведь он же один такой там. А вокруг него там создалась националистическая когорта из политиков, которая раздувает там ультра-националистические казахские настроения. Понимаете? И в этом отношении все очень неурановешено. Поэтому, ну да, есть ураны, урановые рудники и в России есть они, но в Казахстане более там богатый уран. Ну, действительно, то преступление, которое произвел Черномырдин с Ельцином, отдав наш стратегический уран американцам, это, конечно, колоссальная потеря, которая в нашем, вот в этом военном противостоянии может еще сыграть свою злую шутку. Скажем так. Ну, вот. Трудно сказать. Во-первых, это все настолько филосекречено. Ну, почему? Информация, говорят, что мы не весь передали, говорят, что мы не весь ураном передали. Да в 2012 году последний уран передавали. В 2012 году последний из подписанных, представляете, это когда-то вот эти предатели подписали, а передавали последний вот эту партию урана уже в 2012 году. Вполне может быть. Вполне может быть. Я ничему не удивляюсь наше время. Ну, я как-то вот этот момент не отслеживал, так сказать. Да это вот недавно статья Игоря Острецова, этому аналитику можно верить. Можно верить. Да. Можно верить. Очень известный человек, он давал аналитическую свою ситуацию в Чернобыле и заодно коснулся вот этих уранов. Академик, руководитель атомного центра, бомбист, бомбов сюжет делал. Это наш один из таких... Этому можно, парню, верить. Да, да, да. Это серьезный. Не сгибаемых патриотических ученых, стоящих на защите интересов России и наших ядерных интересов. Да, тут же еще есть глобальная политика. Ну да. Да, понимаете, есть внешняя, но есть глобальная. Поэтому я не знаю это самое. Ну, видимо, так судьба распорядилась. Так, ладно, Павел, это все это самое, демагогия. Все-таки мне интересно еще от вас услышать. Скажите, а оцените все-таки наш потенциал и их потенциал? 10 к 1. 10 к 1. Ну, образно. Образно, да. Ну, можно ли верить так, что учитывая все-таки вот этот вот сегодня российский подъем вот этого воинского духа, воинского духа, ну, как бы паритет все-таки есть? Ну, нет, паритета, конечно же, нет. Нет, духами мы распоряжаться не можем. Да, духами, дух это нематериальная вещь, да, ее нельзя с материальным штрафом. Вы можете нам рассуждать только чисто материально, у них одно, у нас другое. Да, 10 к 1. Они превосходят нас 10 раз. Ну, образно. Подводные лодки сколько? Один к чему? Подводные лодки? Да. Я вам скажу. Если, грубо говоря, вот так образно, да, один к 10. Тоже 10. Конечно. Классность и боеспособность, и мощь этих вооружений, допустим, тех же подводных лодок. Ну, понимаете. Наши супертихие дизель подводные лодки. Одна, одна. Одна. Видите, вот подается ведь вот в наших-то информационных каналах, что ой, у нас, ой, у нас. Да, ну я вам хочу еще вещь одну сказать, так сказать, да, мало об этом кто говорит, вы видите, все говорят, подводные лодки, ты-ты-ты-ты-ты, так сказать, да, у нас миннотральных сил нет. Нам не дадут им выйти из баз. Они нам загорают базу минами, и все, и поедут пить кофе. Прости, господи, не приведи к господу, так сказать. Вот в чем дело-то. Может быть, мы не знаем. Да нет, нет, нет. Да вы что? У Тура только 13 водных лодок, извините, так сказать. Ну, у японцев 30. Ну. Ну, я имею в виду, может, мы не знаем. И даже там пошли, так сказать, да, французы от величей, ой, 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 каких-то только нет. Шведы, Норвегия, ой, ну, шведы не в НАТО, но, смотрите, они потихоньку стандарты НАТО принимают, принимают. Ведь не обязательно быть в НАТО, да? Надо быть стандартизированным в НАТО. Тем не менее, наши подводные лодки... Фиры тоже практически стандартизировались под НАТО полностью. Для этого наши подводные лодки находятся на постоянном боевом дежурстве, правильно? Ну да, ну да. Ну за ней всегда, за нашей подводной лодке идет стая ихних, понимаете? Ну, наверное, не всегда все-таки, когда ее смогут обнаружить. Ну вот у нас появились какие-то там две или три, которых трудно обнаружить, грубо говоря. Они уже перепугались, НАТО, а все остальные просто, они-то сказали, из базы выходят, и они сразу стаят. Понимаете? Вот в чем дело-то. Другое дело, что они же проводили вот это, у них были учения в 14-м году, в декабре, Традин Джанке, да, кажется, назывались они? Да? И у них там был, в контексте вот этих глобальных учений, так сказать, да, был заложен еще, так сказать, учение «Медвежье копье». Да-да-да, видите, как все продумано. И они там как раз моделировали, моделировали возможность нанесения вот этого горолобного удара, массового, массированного удара, так сказать, да, синхронизированного по времени и по месту, да, когда крылатые ракеты подлетают по всем целям одновременно. Шакс! Ну, понятно, что такие планы есть, и такие разработки тоже есть. Вот, и самое интересное, результат был таков, так сказать, да. Они сказали, что, собственно говоря, на 80% им все удалось, да, но не смогли они справиться с подводными лодками. Две подводные лодки они не смогли взять, и эти две подводные лодки, так сказать, своими 32-мя ракетами, так сказать, да, весь их, так сказать... Питаясь полуамерикой. Да, да-да-да-да-да. Понимаете? Слышал, что-то завтра такое дело. И тут становится вопрос, так сказать, о целесообразности начала. Да. Ну, по крайней мере, последние 50 лет на этом мир держится, что вот... Да, несомненно. Вот так вот. Вот так вот. Да, только... Как только было изобретено ядерное оружие, и мир установился. Да, страх взаимного самоуничтожения. Да, страх взаимного самоуничтожения. Вот, это... Так вот, они-то, собственно говоря, понимаете, они-то всю дорогу и хотели. На самом-то деле, да, я же смотрю, кто как, вот, тротят на что деньги, да? Да, я даже приобрел много недоброжелателей в свое время, да, когда я говорил. Я говорю, ребята, почему они деньги тратят на оружие? Мы прозвалились, так сказать, да? Они вооружаются. С кем вы воеваете? С инопланетянами. Гитальство, они еще близко, вообще сидели в аутсайте. Это 90-е годы. Да, да. Понимаете? И у меня был вопрос, с кем они собирают воевать? С инопланетянами, что ли? Вот. А я-то понимал, что план-то у них такой был. Они думали, что наши ядерные силы к 2020 году, даже они думали, к 15-му году, так сказать, полностью сгниют. Ну да. Ну да. И тогда, тогда, вот эти оставшиеся, так сказать, единичные ракеты, которые, так сказать, у нас остались, не сгнившиеся образом, да? Там выпуска, грубо говоря, там 90-х годов, последние вот СССР, так сказать, вот этот вот импульс, инерция вот этого локомотива, так сказать, ВПК Советского Союза, она еще выдавала там на горы что-то, 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 так сказать, да? И вот эти вот оставшиеся ракеты, так сказать, да, они, почему они тогда начали вот это высокодочное оружие развивать-то так именно массово, да? Они потренировались в Югославии, они поняли, что это такое синхронизированный по времени и месту удар, понимаете? Вот. И, конечно, маленькая страна была, да? Ну, в принципе, так сказать, тоже многонациональнее тогда. Так вот, суть-то какая? У них-то какие были планы, так сказать, да? Что наши вот эти оставшиеся ракетки, они волниеносно, так сказать, сносят, и вот тут из этих оставшихся, там, 10 штук, может быть, вдруг, там, по каким-то, по тем или иным причинам не были уничтожены, да? Они взлетают, 10 штук, и вот тут работает их, это, про, система ИЗЖИС как раз, да? Она вся море транспортабельная. Вот чем суть-то. Эти кораблики подплыли. Наносят превентивный удар. Конечно. А МК-41, извините, пусковая установка. А потом перехватывают. МК-41, пусковая установка, это, знаете, так сказать, это черный ящик. Что туда засунули, никто не знает. Может, это противоракета, так сказать, да, оборонительная. Это как наше С-300, так сказать, да, это оборонительное оружие. Вопросов нет. Какой разговор? Защищаться каждый имеет право. Ну. А может там стоять, извините, так сказать, да, какая-нибудь, я не знаю, ну, атака МС, это, есть такая ракета, знаете, кто знает, тактическая, да? 300 километров летает. Но сейчас уже 500 летает, так сказать, да. Но вместо нее можно ласнуть что-нибудь такое же, так сказать, да, на 600 километров она будет бить. Ну, поэтому, знаете, дело такое. Так вот. И я тогда вот еще, знаете, вот когда Путин в классе-то пришел, у меня есть хорошие друзья, которые, так сказать, служат до сих пор, так сказать, да. И вот они мне начали говорить, они тогда вообще, я помню, так сказать, да, наши ракетчики, да, вот некоторые, были в таком, конечно, в загоне, да, и они всегда жаловались. Да, нас в загоне держат, да, суть-то наших вот этих тополей, подвижных комплексов, которые по земле-то ходят, так сказать, да, основная-то их суть, это то, что он на колесах, ракета на колесах, межконтинентальная ракета на колесах. Ни одна страна в мире не смогла реализовать такой проект. Американцы пытались, так сказать, да, там столько денег угробили, грубо говоря, и не получилось. При всей их технологической возможности не получилось, не смогли, посчитали, так сказать, да, не тянет страна. А мы реализовали это. Если сейчас восстановится еще железнодорожный комплекс, о чем мы неоднократно говорили, то это уже будет очень серьезно. Да. Поэтому тут планы уже катастрофически надо. Так вот в чем суть-то, так вот в чем суть-то. Я почему и говорю, что, так сказать, у них планы начинают рушиться, понимаете, и получается, что вот все вот эти их ракеты, а теперь, видите, высокоточное их оружие, так сказать, да, мы научились, мы, так сказать, мы всегда в волновой теории. Не последней. Не последней, да, да. Там какая-то там, может быть, микроэлектронная база у нас там хромала, да, вот. Хотя тоже не факт, конечно, да. Тоже там все, просто там не так все просто на самом деле. Когда начинаешь разбираться в это, вникать, вот, знаете, тем более это все покрыто во браке, все вообще, это все оборудованные темы такие, особенно когда вот стратегические системы. Так, 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 ладно. Вот. И суть какая? Значит, вот этот план глобального удара, да, практически, да, мы его сорвали. Потрачены бешеные деньги, потрачены, так сказать, столько лет надежд, понимаете? Поэтому это все, это все, это все же ведь так или иначе уходит все равно в этот, в американский эстеблишмент, который, грубо говоря, и представляет из себя управление американское, да? Тем более Обама это вообще, так сказать, да. Ну, понятно. Он даже не входит в эстеблишмент, он просто его взяли как с остановки, сказали, вот слушай, да, 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 это первый президент, который не входит. Все остальные, они же там кладывают, у них система такая, знаете, трехсотлетний. Не факт, что он будет вообще, так сказать. Я говорю, следующий президент, похоже, так же не будет входить. Какой-то там у них, какой-то там вождь Апачи, которого они, так сказать, убили, там, безжалостно. Хотелось, что последний будет сорок четвертый президент. В общем-то, в общем-то, им было интересно, потому что вот это сравнение, и то, что нельзя расслабляться, и то, что нельзя, как бы, смотреть на это с какой-то долей отчаянности. Да, тем более, видите, мы сразу заявили. Сегодня решает наука, техника, как никогда, на этой грани. Несомненно, конечно, технологические возможности человеческого выросления безграничны. Я скажу, то, что сегодня обрушено образование, в какую катастрофу ушло наше образование, то, что сегодня дети не получают нормальной математической, физической подготовки по математике, по физике, по химии, и все это ушло непонятно куда, это очень страшно. Вот это я бы назвал одним из глобальных факторов, не хуже, чем вот эти вот всякие планы американские по уничтожению нашей страны. Вот это уничтожение образования, это тоже примерно на этом же уровне. Культура образования. Примерно на этом же уровне идет. Вот. Я бы вот это хотел отметить, потому что, ну, это какая-то катастрофа. И видеть то, что происходит сегодня в Сирии и на Ближнем Востоке, вести там нормальную политику, и не видеть, что творится в нашей вот, в такой ранимой сфере, как наши дети, наши будущие. Культура образования, я вот этого вот не понимаю никак, понимаешь, похоже, что какие-то или правители живут одним днем, или у них какие-то есть внутренние планы, или они находятся в каком-то плановом сговоре с другими мировыми элитами, понимаешь, по проведению всего населения Земли в какое-то состояние. Нет, об этом давно нет, об этом речи нет. Это же, знаете, еще это сказать... Вот какие у меня опасения. Чем... А то, что вы сегодня рассказали, ну, похоже, все-таки какой-то, действительно, в результате вот этого нашего рывка, какого-то неожиданного для Запада, все-таки установился какой-то паритет. Нет, ну, по крайней мере, нет, паритета особого нет, так сказать. Другой вопрос, что они так вот, как прозрачные говорят, забзели, понимаете, забзели, да, тем более, наш президент сразу сказал, что, говорит, ядерное оружие, будем применять. Ну, Запад всегда начинает испускать вонючий воздух перед любым тем, кто крепкой рукой им показывает. Ребята, мы вас не боимся. С ними давно надо только так разговаривать. С ними только так разговаривать. Они... Ну, ладно, давайте подведем итог в преддверии, все-таки, будущего парада и праздника Победы. Что вы, как думаете, какая-нибудь новая техника появится на параде у нас? Или все то же самое? Не, ну, как, она вся новая, так сказать, да? Да. Год им они, вот, как год, расчехлили. Да, то же самое, что мы видели на прошлом параде. Ничего такого сверхинтересного не поняли? Ну, вроде как, С-400, вроде, там они хотят прокатить-то здесь, да? Ну, ну, мы уже полки им оснащаем, извините. Ну, да. Ну, поэтому... То есть, почему бы и на парад не выкатить? Да, да. Я почему говорю, что мы вот эти два завода-то сделали, да, противоракетных, в Нижнемограде и в Кирове, да? На последних технологиях, прямо вообще, вот по телевизору и пока посмотрите, да, что рейтинг, да, в производственной цеха, что наш завод, 1В1, да, все, все, чистота... Ну, у нас всегда ракетное строение, это высший уровень, да, 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 да. Ну, поэтому... Ну, будем ждать, будем посмотреть. Другое, что у них тоже есть ядерное оружие, вот в чем дело, понимаете? Вот, но... У всех сегодня есть ядерное оружие? Ну, нет, не у всех, все равно, нет, все равно ядерное оружие это удел, так сказать, избранных мира сего. Это все равно 5 стран, как ни крути. Ну, там есть вот еще, так сказать, непризнанные, так сказать, да, Израиль, Пакистан, Северная Корея, да? Вот. Другое, что есть еще такие страны, как вот пороговые страны, да, к примеру, вот для информации нашим зрителям, так сказать, да, уважаемым, чтобы они знали, что, если будет принято политическим руководством решение о производстве ядерного оружия, Германия через год создать 100 ядерных боеприпасов, 100, а Япония 1000. Вот так, уважаемые друзья, поэтому тут дело такое. А уж носители, извините, так сказать, ядерный боеприпас можно и под мышкой внести, да? Сегодня, да. Да во что? Это вообще, это, 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 это сейчас микронюки, так сказать, да, микроядерные боеприпасы, это самое последнее, так сказать, достижение науки и техники всего мира. Кто, сейчас все делают, раньше делали как можно мощнее сделать бомбу, но теперь ее делают как можно меньше. Это вот главный тренд, так сказать, вот в создании ядерного оружия. Ну, это, да, это страшно, потому что это вот только мировой терроризм и жизнь. Но, да, да, конечно, конечно, это, это, это точно, так сказать, это точно, не привели Господь. Нет, другого вопроса все равно, это высокотехнологичное, очень дорогое, поэтому если террористам достанется один боеприпас, грубо говоря, конечно, они там попытаются его как-то максимально эффективно использовать, так сказать, да, Но я бы в преддверии нашего праздника, так сказать, да, хотел все-таки сказать, что, что есть такой паник, боевая устойчивость, да, это, грубо говоря, это, грубо говоря, тот, так сказать, минимальный уровень, на котором может сопротивляться субъект, образно. Вот. У кого-то он настолько огромный этот, да, он может сопротивляться, так сказать, уже и, ну, до конца. До конца, да. А кто-то, извините, ему свет погасил, он скажет, все, я воевать больше не буду. Образом, да. Испугался. Да, да, да. Вот боевая устойчивость, понимаете? У нас она глобальная, то есть такая, самая сильная, мы самые сильные, да? Почему образование и культура, образование и культура, потому что боевая устойчивость, она именно держится на этом. Это, это, да, да, да. Поэтому, когда нашего Мединского сейчас, так сказать, там начали ему крутить что-то, так сказать, ему, это, да, я за него. Он, он нормальный. Я вот за него, за нашего Мединского. Больше того. Я считаю, что если ему начали гадить, да, значит, он на верном пути. Если ему не гадят, если его гладят по головке, так сказать, да, значит, он что-то делает не то. Вот и все. Вот такая жизнь сейчас. Вот так надо смотреть на вещи. Ну, ладно, спасибо. Да, поэтому в преддверии праздника, так сказать, да, я хочу сказать, что самое сильное наше оружие, это наши гены. Да, на 7, как говорится, до свидания. Гены Васи, Коли, Миши, то есть у нас русский дух. Да, у нас русский дух, так тоже. Спасибо.